Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить вампира. Сейчас вспомним, что нам надо сделать. Так, ближайшее задание, недостающий ингредиент, найти заказ Торо Стрикленда. Надо доделать это задание, найти, наконец-таки, эти вещи. Тут вроде бы все в убежище. Немножко прокачались. А, эти тоже мне задания какое-то дали. Сначала это доделаем, уже давно висит. Страница? Страница вырвана из дневника. Я ненавижу себя за то, что отворачиваюсь, когда они смеются над моим цветом кожи. Я ненавижу себя за то, что плачу, как девчонка, когда меня оскорбляют. Я ненавижу себя за то, что ругаюсь, как мальчик, когда они уходят. Я ненавижу себя за то, что ненавижу родителей. Я ненавижу себя за то, что улыбаюсь, когда клиенты называют меня печальным брином. Я ненавижу себя за то, что мне не хватает смелости рассказать Тому о своих чувствах. Все запущено. Новая подсказка Сабрина Ковендиш. Это она, Сабрина? Добрый вечер, мисс Кокс. Здравствуйте, доктор Рид. Что ты хочешь? Добрый вечер, мисс Кокс. Мисс Кокс. Я не знаю, что ты не видишь меня, моя сладкая девочка. Так, как туда попасть? Сейчас посмотрим. Угу. Тут вроде все пусто. Так, а как же тут пройти тогда? Здесь я, наверное, был. Да, это место я имел удовольствие исследовать. Отсюда, наверное, пришел тогда. Где-то совсем рядом. И так далеко. Попларфабург. Вот и ХГ Гриффин. Мне, наверное, сюда и надо. Надо гулять этого засранца. Где-то мое оружие. Кол и пила, да? А у меня теперь кол крутой. Ну-ка, вот так вот. Это засранец, а? Хорош. Ну, все. Одного гулял. Блин, попал все-таки. Энергия кончилась. Это проблема. Надо колом поорудовать. Да, блин, как же неудачно-то получилось. Да что ж такое? Отлегся на мгновение ровно. Посмотрите, что нажать надо. На тебя. Да, как ты быстро так? Да. Вот, немножко хоть подсосем. Ах, сладкая кровушка. Люблю тебя. Я бы тоже мог развучивать. Сосранец. Стойчивость у тебя, да? Как же ты так? где этот злодей главный скажет и так вот пососать о хорошем смысле так теперь тебя гуляем вот этой штучки вот так вот как мне энергию-то тратя на удары я потратил много не понял аж нажал или нажал как же так-то неплохо только крови нету больше длинный бой получать сложный мярды как быстро он жизнь у меня убивает кровка кровка ты моя хорошая это Плохо, что когда я пью кровь, жизни у нее не тратится даже. Почти все. Давай. Умирай уже. Пора. Тебя заждались райские кущи или адские пекла. Все, неужели победа? Было тяжело. Более-менее с механикой разобрался. Ух! Так, облутать его. Или он сам все взял, что надо? Ребенок плачет. Вот список доктора Стрикленда. Заказчик доктор Таро Стрикленд. Пембургская больница. Список веществ и ингредиентов. Лахрима папаверис. Медицинский опиум. Гипохлорид натрия. Пермагонат калия. Опиум – это одно из основных ингредиентов Стрикленд. Да, что такое? Никогда не хороший движок. Портрат железа. Понятно. Что там написано? Не кашляйте. Понятно. Так, дальше у нас было зада... Ого. Вот лут. Кадеин. Бразец разбавленной чистой кровью. Прекрасно. А, кстати, забыл. Я аж мог использовать этот жизневосстановление. Там у меня были. Забыл в полубое. На пару дней в эту игру не играл. Наверное, даже больше. Поэтому подзабыл некоторые элементы. Так, задание. Где здесь? Джорнал. Вправление к картой, конечно, это полный пипец. То есть, то, как двигается, когда я в стороны вывожу. Я вверх хочу, например, что-то другое выбрать. Карта вверх двигается. Конечно, гениальная идея была. Блин, я сюда смотрю. Почему-то у меня все время Месси вспоминается. Сейчас футбол идет. Похоже на Месси, вот реально. У меня паранойя какая-то. Моразм. Так, задание. Вот. От Эдвина Кокса. Эдвина Кокс. Слеживать. Карта. Где это? У-у-у, как это далеко идти. Через мост. Я даже и не знаю прямо. Пойдем-ка мы в больницу. Рановато нам туда ходить. Какие там еще задания есть? Это я выполнил. Вот, допросить. Пока самое то. Рассказать. Выяснить. Вот этими заданиями и займемся. Так, как эту хреньку убрать? Ага. Так, идем, значит, сюда. Вправо как-нибудь через мост. Сейчас пройдем. Надеюсь. Еще я с тактиками не разобрался. Тут же есть стрелковое оружие. Чем выгоднее пользоваться? Прокачивать надо. Мне еще ничего не прокачено. Так, тут закрыто. Кто-то жутко страдает. Надо его успокоить. Давай я тебе помогу, мужик. Все равно не с одного удара. Еще чуть-чуть прокачать, я буду с одного удара их туда. Ой, убил. Прекрасно. Ух ты. Все проще стало значительно. Все проще стало значительно. Все проще стало значительно. Все проще. Не знаю, зачем я эти бочки разбиваю. Походу, дело, ничего в них нет. Я не могу вступить. Окей. Да что ж ты такой. О, хорош. Трохи. Да блин. Это какой-то суровый. Долго. Приготавливается. Хорош. Трохи. Блин. Нормально. Что, еще кто-то там? Все нормально. Ну во, как я с ними разобрался. Ты друг? Не будешь нападать на меня, нет? Или будешь? Интересный мужик. Можно рассмотреть его. Хм, интересно. Интересно. Мне надо добить. Опыта дадут за него все-таки. Че, он выжил? Во. Пробирка стеклянная. Ладно. Ну, стало значительно проще сражаться. Восьмой уровень. Так, а нам туда как-то попасть, да? Че-то это интересное есть. Так, ну, открою все-таки вы. Да, блин. Засранец. Давай, давай! Еще национ. Кокс! Истрич! Хорош. А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! даже начинает нравится сражаться нравится убивать особенно пить кровь да это очень аркадно выглядит что с одного удара так все разносит ну мир немножко аркадненько так выглядит нет прямо такого погружения в игровой процесс что карантин карантин инфлюенса на территории не заходить распоряжение санитарного инспектора из комитета здравоохранения прикольные машинки такие совсем древние прям вообще одни из самых первых трупы лежат так что тут есть зайти нельзя чай туда кровавый след очень интересно ведет позже туда стоит сходить пока стоит доделать эти задания чтобы получить опыт и не нужно еще прокачаться прокачка тут очень сильно влияет эмбрукская больница мы дома у этот кокс да ну отчасти такой есть часто творческие люди плохо по ночам спят хочется что-то творить делать очень многие произведения там идеи были именно придуманы по ночам музыканты некоторые пишут ночи есть такое но не все время по ночам это уже плохо если человек постоянно ночью работаю днем спит это нехорошо все меры должна быть вообще как ночью в определенное время это открывается разум больше есть такое легче музу словить дальше Ты никогда не думаешь о том плохом парке, который я видел тебя в воде? Уменьшение, которое он мне дадил, будет уверен, что я его не забываю. Но все равно больно. Барса умерла меня хорошо. Этот человек был предоставлен на тебя. Ты почти умерла. Какая сюрприз. Первый раз, когда я встретил его, он почти сжигал себя. Благород! Я думаю, что ревенция дает тебе баллы. Ревенция? Что он хотел? Ревенция? Я вчера пришел убить своего брата. Плохой мальчик, думал, что это было легко, чтобы обратить правду. Только сильнейший. То есть? Сжигал на всех ценах. Это все, что ты думаешь о том? Я тяжелый мальчик, который никогда не встретил, доктор Рид. И я не дай бог о том, что ты думаешь о мне. Как твоя госпитализация идет, мистер Кокс? Да ладно, тебя спасли, блин. Могу и спасибо сказать. Что с Пемброксом? Этого мальчика, который ты предложил мне сюда, Милтон. Я думал, что он будет бросить все мои крови, до того, чтобы я достигал моего крови. Я понимаю. А какие другие смартные комментарии? Хм-хм-хм. Какой неблагодарный, ты посмотри. Клей Кокс. Надо было высосать из тех всю кровь. Клей убил брата того, кто пытался его убить. Переутомление. Ага, можно ему приготовить лекарство. Хотя стоит ли, ну... Всё. Продолжение следует... Сколько лет ты думаешь, что ты сможешь избежать правительства, Клей? Знаю эту городу как на боку моего рукава, док. Знаю их улицы, кто платить, кто избежать и кто убили. Не буду убежать. Мы не можем избежать последствия наших действий. Продолжение следует... В конце концов. Я не боюсь смерти. Я не покажу, кто я. Я живу мою жизнь, честно говоря. Это больше, чем я могу сказать для многих людей. А кто ты, тогда? Я главный руководитель Бу-бой. Однажды, я уйду в этом доме. И ударил в лицо, кто думал, что я не верю. Ну, типичный такой бандит. Пацанчик. Так, здесь всё. Удачно, значит, я всё сделал. Такой смысл, чисто чтобы потом кровь из него выпить. Не, ну мне интересно банально вот этот всё разговор. И пока мне диалоги очень нравятся. Для того, как озвучены, как они написаны. Прекрасно. Так, ну этот читал... А не, смятое письмо. Клей, мне надоели твои выходки. Какого хрена ты это сделал? Теперь в доках все говорят, что мой муж выпустил кишки этому парнишке. Сколько раз я тебе повторяла? Прежде чем достать нож, читай до двадцати. Как мы можем заниматься делами? Как можем требовать подчинения от людей, если ты убиваешь всех, кто тебя разозлил? Теперь пошли слухи, что какие-то родичи этого парня тебя ищут. Один даже поклялся тебя убить. Не приходи сегодня домой. На улице какие-то странные патрули. Может это ополчение коммунистов? А может кто-то хочет тебя арестовать? Спрячься где-нибудь на пару дней. Как насчет больницы или у Альчапела? Сделай что-нибудь полезное для разнообразия. Разберись там с делами. Когда все успокоится, я пришлю одного из наших сообщить, что ты можешь вернуться. Медвина. Новая подсказка по клею к Оксу. Можно поговорить еще с ним. Не, реально прикольная система. Мы узнаем что-то про человека. Появляется реплика эта там. Просто, ну и что-то не припомню, чтобы именно так это было где-то реализовано. О, все прямо. Что-то мне скажет. Что-то мне скажет о твоем жене, Клей? Реализовано, они говорят. Ну, я нашел себя в доме с длинными животными. Ты имеешь в виду, что твоя жена тебя держит на твоих ногах? Нет, я имею в виду, что мы both имеем клея. Реализовано, мы both love to buy. Реализовано, Клей. Я был так ужасен, что я бросил крючок, который мне получил, когда мы взросли. Твоя жена тебе дала крючок как подарок. Эта крючка всегда был мой счастливый характер. Если бы я его был в моем руке, когда я был убран на пире, я бы не был убран. Хм. Хм. Я прямо его разгрыз полностью. Осталось и спить. Посмотрим. Но он с уважением, кстати, разговаривает с нами. Приятно. Ты хочешь его вернуть? Я не нужна здесь. Но если ты не можешь, чтобы мне это привезти, то я бы очень благодарен. Я благодарен Клей Кокс. Я могу просто найти твой нож и привезти к тебе, чтобы это случилось. Я могу дать вам направления, но я бы удивлен, если вы смогли найти это. Моя высота не значит, чтобы найти легко. Новое расследование. Профессиональный инструмент. Я оставлю тебя сейчас, мистер Кокс. Возможно, это кровавый след куда вел это его убежище. Ну, посмотрим. Добрый вечер, Милтон. Добрый вечер, доктор. Я еще пытаюсь спасать жизни. До свидания, Милтон. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер, доктор. Скажи мне, что доктор Типпеттс сделал. Я знаю, что его ошибка вызвала смерть у пациента. Если я не обрабатывал свою ошибку, доктор Типпеттс бы был выстрел из этого хоспитала. Я не могла позволить это случиться. Ты не позволишь твои эмоции диктировать свою деятельность о том, пациентах, Нурс Бранник. Посмотри вокруг тебя, доктор Рид. Ты действительно думаешь, что мы сможем уничтожить проработанного практичного, как доктор Типпеттс, в нашей ситуации? Да. В этой ситуации действительно, но с ним надо поговорить. Что значит, вы сильно рисковали? Вас не осуждает, а полностью согласится? Так, не пропала подсказка? Все нормально? Вроде да. Так, ну тут все получается. Чутье? А зачем? Ладно. Так, позже ей займемся. Об использовании чеснока и деревянных кольев. Мои добрые братья, я должен привлечь ваше внимание к очень важному вопросу. Чеснок как средство защиты от вампиров. Давайте на чистоту. Чеснок никогда не защитит вас от этих существ. Даже самый свежий, ядреный и пахучий чеснок абсолютно бесполезен в качестве средства защиты. Ущерб, нанесенный романом Брэма Стокера невозможно преувеличить. Да, конечно, славяне кладут в гробы дольки чеснока. Да, разумеется, жители Санторини вешают чеснок на окна. По этому острову можно написать очень много. Я надеюсь, когда они вернутся туда еще больше изучить его оккультные традиции. Но чеснок служит не для защиты живых от дьявола. Он напоминает мертвецам о том, что люди знают об их злокозненных намерениях. Это просто символ. Ни больше, ни меньше. Так что, пожалуйста, ради бога, носите чеснок, демонстрируйте чеснок, вешайте чеснок и говорите теням, что вам не страшно. Но если вам нужна защита от сверхъестественных сил, то придется углубиться в забытые тайны оккультных традиций. Потому что, братья мои, правда такова. Чеснок не прогоняет вампиров. Однако им вредят любые свежие растения. Тела вампиров словно бы не могут выносить присутствие элементов лоры. Я видел, как разъяренный вульф бежал, получив удар розой. Да, простой розой. Я был свидетелем того, как агрессивный Экон упал на землю и молил о пощаде, когда ее ударили деревянным колышком. Я не знаю, почему этот метод столь эффективен, я отдал бы левую руку за раскатку этой тайны. Однако факт остается фактом. Вампиры обладают повышенной чувствительностью к свежим растениям. Бой с тенью, как и почему. Ашер Толтри. Глава Братства Святого Павла. Интересно. Чеснока не боимся. Только послушаем. Отправить твоему обиденному славу. Я думал, она кровь пить будет. Глава Братства Святого Павла. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот эти врачи. Дай никому. Дай никому. Добрый вечер, доктор Стритланд. Добрый вечер к тебе, доктор Риде. Можете ли я помочь? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я все же вам особо скажу вам, зовут Урен. Продолжение следует... Я читал все ваши артиклы и книги. Ты совершил самостоятельное исследование во время войны. Не, ну а че, если я ему помогаю здесь, вместе доработаем. У него есть энтузиазм, при этом он не сумасшедший какой-то. Такие времена, нужно такие действия выполнять. Смелые. Эх, боюсь, что я пожалею об этом. Две подсказки из трех. Ммм, доработать и убрать опиум? Ммм, доработать и убрать. Болезни. Заболевание снижает качество крови горожан. Снабжайте их соответствующими лекарствами. Говорите с пациентом рядом с Дороти и узнайте о его состоянии здоровья. Ага. Крыса в больнице, глава 2. Обновление задания. Позже пойдем, тут еще у нас дел. Добрый вечер, мистер Фиддик. Добрый вечер, доктор Рид. Ничего нового о моей операции? Участаюсь. Так, для него новостей нет. До свидания, мистер Фиддик. Участник-то. Участники. Я не покажу тебя, мой сын. Продолжение следует... Я считаю его хорошим практичником, но вы не будете опортировать его методами. Стрикленд может быть врагом, но я не буду использовать длинные шаги или регуляции, чтобы показать ему неправильно. Мы докторами, а не политиками. Спасибо за время. Мы поговорим позже. Так, создать лекарства надо будет. Ну, это основное задание. А, это как раз по этому заданию. Понятно, собрать ингредиенты. А, вот, желтенькая хренька, это какая-то болезнь. Переутомление. По-моему, у меня как раз было, нет? Средство от переутомления. Да, есть. А почему я не мог ему отдать его? Я слышал много о ваших работах, как медицинский. Что ты скажешь мне о себе, Мисс Гозвик? Не знаю, что я скажу. Просто возьмите моего мороза, и я покажу все деньги. Это все, что важно. Что, можно сказать? Я говорю, что вы имеете в течение, Мисс Гозвик? Я учусь по профессию. Я учу молодые женщины, которые более ambитивные будущие будущие будущие. Миссионные семьи. Вы действительно так rich? Мои отчаящие у меня здесь есть более милый, если я скажу. Да, благодаря моему мужу. May он restит в порядке. Я могу поднять任何 необходимый медицинский. Продолжение следует... Скажи мне больше о вашем вершине в Пемброке. Что тебе дало так плохую первую впечатление? Амбуланский двигатель был довольно грустным, для начала. И эта медицинская, мисс Хоукин, мне кажется, что у него довольно любая аттитута. Что ты имеешь в виду? Она смогла собрать дом для моего сына, несмотря на эпидемию. Это было релеф. Но это было не дорого. То есть больных раскидали, чтобы положить сына, но это, блин, как... Какая нафиг разница, какой статус? Я не согласен. Разделяйте чувства, что это имеется в виду? Да. И я платила, без вопросов, рассчитывая снижение ситуации. Разделяйте чувства, что это имеется в виду? Так, ладно, пока тут все скрыто. Доктор. Добрый вечер. Я доктор Рид. Можешь мне помогать? Нет. Серьезно? Почему ты здесь? Я не хочу говорить. Моя кровь болит слишком много. Я думаю, что эта болезнь, это причина, что ты здесь. Кто-то занимает тебя? Да. И нет. Не знаю. Можешь мне скажите, что имя? Мортима. Мортима Гозвик. Как болезненно твоя кровь, мистер Гозвик. Так болезненно, что я бы не говорила, доктор. Значит, будем разговаривать. Я позволю тебе отдохнуть. Я все равно. Не забывайте время с мной. Добрый вечер. Добрый вечер, мистер Гозвик. Как ты? Я все равно. Почему твоя мама у тебя здесь хоспитализировалась? Она кажется, что это плохое хоспитал. Моя мама просто хочет мне лучше. Она не отдохнет, пока я здесь. Она будет все равно, чтобы я помочь. Пемброк Хоспитал может выглядеть непонятно. Но, rest assured, вы в хорошем руке здесь. Это не меня, что я должен быть, доктор Рид. Это моя мама. Моя мама не мешает тебя? Как твоя доктор, я могу спросить ее, если бы ты хочешь. Это не мило, доктор. Да, это ужасно. Моя мама не мешает тебе, мистер Гозвик. Моя мама не мешает тебе, мистер Гозвик. Не знаю. Я не знаю. Возможно. Может быть, это не только твоя тупая, мистер Гозвик. Может, твоя тупая 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 только из-за того, чем-то... Да, может быть. Но я не хочу поговорить или даже писать об этом. Скажи мне о себе, мистер Козвик. Я не хочу поговорить, доктор. Мне нужно идти сейчас, сэр. Но не беспокойтесь в связи с меня, если нужна помощь. Я в порядке. Не беспокойтесь с вами. Бландер, идиот. Так, надо сделать лекарство. Искушение крови. Не забывайте, кровь горожан дает много единиц опыта. Ищите тех, чей уровень гипноза меньше или равен вашему. Но обязательно обдумывайте свои решения. Да нафига мне? И так нормально все. Не хочу никого высосать. Так, я уже запутался. Вот. Холм, свит холм. Так, создать лекарство. Че это? Цветок я полить не могу, да? Ладно. А здесь было открыто? Наверное, было. Я не обратил внимания. Так, лекарство. Какое именно мне надо? Я уже забыл. Какое именно лекарство? Че оно не написано? Гипохлорид, пермагонат калия, тетрад железа. У меня, наверное, нет этого, да? Так, а это что за записка? Мне оконченное письмо. Пембургская больница, 2 ноября. Мои милые дети. Извините за то, что не писал вам раньше. Мне чертовски больно царапать даже пару слов на этой проклятой бумаге. Не бойтесь, как только врачи вылечат папину руку, он сразу выйдет из больницы. А пока, если вам что-то понадобится, пойдите на стройку и скажите мистеру Чедвику, что вы дети Харви Фидика. Вы Роберта Чедвика помните? Большого усатого мужчину, который прошлой весной помогал мне чинить двери. Разрешите его и попросите несколько монет. Он вам не откажет. Мне жаль, что я пока не могу работать. Но когда я выйду, мы что-нибудь придумаем. Не волнуйтесь. Как только папина рука снова станет сильной, всем будет хорошо. Как только врачи починят мою руку, я... То ли отвлекли, то ли рука сильно так заболела. Я думаю, что это как книжка. Новая подсказка. Ну ладно, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.